Добрый вечер, меня зовут Алина, я студентка пятого курса медицинского университета. Я хочу сегодня рассказывать вам о том, что такое глубокая стимуляция мозга, зачем это вообще нужно и нужно ли. На самом-то деле нужно. Неврология это такая отрасль медицины, которая занимается проблемами, связанные с нервной системой. Она особенная в силу строения мозга, в силу особенностей его работы. Проблема в том, что достаточно большое количество заболеваний, которые связаны с центральной нервной системой, до конца не лечатся. Мы можем повлиять на симптомы, мы можем повлиять, замедлить развитие некоторых заболеваний, но мы не можем никак влиять на причину заболевания. Следующий слайд я попрошу. Наверное, многие слышали о Валерии Спиридонове, программисте из Владимира, который страдает врожденным наследственным заболеванием, которое называется спинальная мышечная атрофия. Это такое заболевание, при котором клетки спинного мозга, которые иннервируют нашу мускулатуру нашего тела, умирают. Это связано с мутацией одного белка, который так и называется выживание моторных нейронов, выживание клеток, которые отвечают за движение. И он на самом деле обречен. Эта болезнь не лечится. И он согласился стать донором своей головы, экспериментальной операции, которая произойдет, должна произойти в декабре следующего года. Так что будем следить. Следующий слайд. Хокинга видели все. Он тоже страдает наследственным, неизлечимым заболеванием, которое отключается от предыдущего тем, что здесь еще и клетки головного мозга, не только спинного, но еще и головного мозга, которые отвечают за движение мускулатуры теперь уже лица, глотки, гортани, тоже умирают. И мы видим, в каком он состоянии, практически беспомощном, но при ясном уме. И это достаточно печально. Но есть заболевания пациентам, которые страдают этими заболеваниями, сравнительно больше повезло. Будем говорить так, мы можем какими-то методиками вернуть их к полноценной жизни. Я попрошу сейчас включить видео. Наверное, многие слышали про болезнь Паркинсона. Это болезнь, которая связана с тем, что нейроны в головном мозге, нервные клетки, которые вырабатывают дофамин, умирают. Самый яркий симптом, который возникает при болезни Паркинсона, это дрожание, в первую очередь, рук. Тремор. Мы называем его тремором покоя, потому что он возникает в покое и исчезает при движении. Сейчас включится видео, и мы посмотрим, как это все выглядит на пациенте. Что у них еще наблюдается? Это бродимимия. Бродимимия – это бедность мимики. Они бродикинетичны, то есть им тяжело начать движение. Пожалуйста, на центр, чтобы нам было хорошо видно. Техническая заминка. Им тяжело начать движение. Они ходят, сгорлившись. У них мелкие шажки. И в принципе, в таком состоянии достаточно тяжело вести нормальную жизнь. Вот включаем видео и смотрим. У пациентки тремор верхних конечностей, дрожание верхних конечностей, который в покое есть, при движении он исчезает. На правую руку смотрим. При движении он исчез. Как только пациентка прекратит движение, он сразу же начнется снова. Достаточно тяжело жить с такими изменениями в быту. Это тяжело. Но революция в нейрологии произошла тогда, когда придумали, как же замещать дофамин. Как сделать так, чтобы дофамина в головном мозге становилось больше. Придумали такой препарат, который называется леводопа. И сейчас включаем следующее видео. Пациенты с болезнью Паркинсона лечатся леводопой. Проблема в том, что мы не влияем на причину. И нейроны, которые вырабатывали дофамин, все так же продолжают умирать. И в определенный момент возникают проблемы, которые связаны с колебанием уровня дофамина в крови. И они достаточно так же неприятные. Это называется дискинезия. Дискинезия конца дозы. Такие непроизвольные движения возникают, когда дофамина очень-очень мало в крови. Сейчас видео закончилось, следующее видео включаем. И мы можем играться с дозой, повышать дозу, но терапевтическая доза тоже ограничена. Мы можем добавлять новые препараты, но их тоже ограниченное количество. Это другое заболевание, которое связано теперь уже не с нейронами, которые выделяют дофамин, но с другими клетками головного мозга, которые находятся глубоко в полушариях головного мозга и называются базальные ганглии. Часть из них умирает. И у пациентов с генерализованной так называемой дистонией возникают непроизвольные сокращения мышц, генерализованное значит во всем теле. Обычно они достаточно болезненные. Это приступообразные, вот такие непроизвольные мышечные сокращения. Лечения для этого заболевания тоже, которое убирало бы причину, к сожалению, нет. Но им может помочь глубокая стимуляция мозга. Этот метод начал развиваться достаточно бурно, начиная с 1987 года. Этот человек, Бенаби, французский нейрохирург, выполнял операции, которые называются палеидотомией. Я уже упоминала скопление нервных клеток, которые находятся у нас глубоко в мозге. И палеидотомия – это операция, при которой часть нервных волокон, которые соединяют эти клетки, перелезается. Таким образом симптомы должны исчезнуть. Это делается не скальпелем, это делается специальным электродом, на который подается ток очень высокой частоты. Но перед тем, как навсегда перерезать эти волокна, нейрохирург должен убедиться, что он перерезает действительно те волокна. Для того, чтобы убедиться, он подает сначала ток низкой частоты. Он убеждается, что когда он стимулирует эту область, возникают определенные движения, которых он ожидает. И обычно подается ток 20 Гц, 10 Гц стоит фиксированный. Он решил попробовать с 1 Гц дойти до… попробовать увеличивать постепенно частоту этого тока. И он обнаружил, что на 100 Гц тремор у пациента, а пациент во время этих операций находится в сознании, чтобы можно было контролировать, не задели ли какие-то важные центры головного мозга и так далее. У него есть сейчас тремор. И он подумал, о, это идея, наверное, надо это развивать. И в 1991 году вышла его первая работа публичная. В 1993 году в Европе одобрили глубокую стимуляцию мозга для лечения болезни Паркинсона и эссенциального тремора. Эссенциальный тремор – это еще одно заболевание, при котором тоже есть дрожание рук. И с тех пор этот метод достаточно бурно развивается и используется для лечения других патологий тоже. Что представляет из себя стимулятор? Это, как мы видим, два электрода, которые провода соединены с, собственно, стимулятором. Электроды, ясное дело, вставляются в вещество головного мозга, проводятся к определенной структуре. Провода проводятся под кожей, и стимулятор имплантируется либо слева, обычно слева, либо под ключицу, либо, если под ключицы недостаточно жирка, то в область передней ручной стенки. Дальше. Итак, что же нужно сделать? Какой наш лист стыду? Мы должны имплантировать электроды, имплантировать сам стимулятор и включить стимулятор. Перед операцией пациент проходит подготовку, он сдает все нужные анализы, он желательно бросает вредные привычки, он прекращает прием некоторых препаратов. Иногда ему могут прописать антибиотикопрофилактику перед операцией, и, конечно же, ему производится исследование головного мозга визуализационное, обычно это МРТ-исследование, другой лектор немного подробнее об этом расскажет. Дальше. И в день операции все начинается с того, что пациенту на голову надевают так называемую сериотоксическую рамку. Это система отчета, система координат, которая будет использоваться хирургом для того, чтобы ориентироваться в том, что он вообще делает. И в этой же системе координат будут сделаны все снимки в последующем. Дальше. Пациенту проводится контрольное исследование головного мозга, обычно МРТ. На МРТ лучше видно различные структуры. У людей с болезнью Паркинсова головной мозг практически на МРТ, практически ничем не отличается от головного мозга здорового пациента. Есть небольшие симптомы, которые может заметить опытный врач-радиолог. Если показать два снимка врачу-неврологу, допустим, он не отличит, где мозг здорового человека, где мозг больного человека, по крайней мере, в ранних стадиях болезни Паркинсона. Дальше. Затем пациент доставляется в операционную, анестезиолог делает свое дело. Обычно нужен один или несколько венозных доступов, то есть в вену вставляются катетеры. Пациенту даются некоторые лекарства, чтобы его немножечко успокоить и так далее. Он доставляется в операционную, где ему уже в операционных условиях, здесь уже все стерильно, повторяются исследования. Обычно это КТ-исследования. Дальше. МРТ-снимок, полученный ранее, и этот КТ-снимок сливается. Для этого используется специальное программное обеспечение. И хирург просчитывает траекторию, которую должен пройти электрод к целевой структуре. Дальше. И полученная траектория загружается либо в программу так называемых роботических рук. Это такие роботы, которые могут, они самостоятельно, микрошагами проводят электрод в нужное место. Либо, если операционные не располагают такой роботической рукой, то есть специальные микроконтроллеры, в которые заряжаются электроды. И хирург с помощью контроллера сам под своей рукой проводит эти электроды. Дальше. Дальше пациенту дается наркоз. Чаще всего это общая анестезия. Производится разделяя кожи, просверливается отверстие в черепе в нужных местах. А потом пациент пробуждается. Это операция, при которой пациент должен находиться в сознании. Дальше. Когда пациент пришел в сознание, начинается, собственно, самая ответственная операция – это проведение электродов. Сначала проводятся пробные электроды. Дальше. Зачем нужны пробные электроды? Нужно убедиться, что мы находимся в нужном месте. Точно так же, как и при палеотомии, которую я упоминала раньше. Когда проводится электрод, постоянно считывается активность нервных клеток и тех структур, через которые проходит электрод. У всех структур головного мозга есть своя неповторимая палитра тех электрической активности, которую они производят. И у целевой структуры она тоже есть. И как только электрофизиолог, специальный врач, который присутствует в операционной и следит за этим процессом на мониторе, увидел такую палитру, он говорит, все, мы в нужном месте. И дальше подключается врач-невролог, который производит пассивные движения в руках пациента, в ногах пациента. И врач-электрофизиолог следит за изменением этой палитры. Если он говорит, что да, это то, что нам нужно, это то, что мы должны видеть, то мы понимаем, что мы находимся в нужном месте. И в следующий слайд можно проводить окончательные электроды в мозг пациента. Дальше. Затем отверстие закрывается специальной заглушечкой из полимерного материала, и сам провод аккуратненько выводится под кожу. Дальше. Все повторяется с другой стороны, потому что если мы сделаем это только с одной стороны, операция смысла иметь не будет. Дальше. И пациент идет отдыхать на три дня. В это время врачи следят за пациентом, не возникло ли у него каких-то осложнений, хорошо ли он себя чувствует, нет ли каких-то реакций со стороны головного мозга, могут повторить МРТ-исследования. И через три дня его снова берут в операционную. Следующий слайд. Мы еще не имплантировали сам стимулятор. Эта операция производится уже под общей анестезией. Пациент находится без сознания, производится разрез кожи в месте, где выведены провода, производится разрез кожи под ключицей либо на брюшной стенке. Провода проводятся за мышцами, которые называются кивательные, вниз под ключицу к стимулятору. Дальше. И теперь еще три дня пациент отдыхает. Я попрошу включить видео. Пациент отдыхает. Мы следим опять-таки, чтобы не было никаких осложнений. И на третий день операции он приходит к нейтрологу или нейрохирургу. И, собственно, включается стимулятор. Мы сейчас можем видеть пациента с болезнью Паркинсона. У него симметричное дрожание рук, симметричный тремор покоя и тремор ног. Мы можем видеть, что он бродимимичный, у него мазкообразное лицо. Он не выражает практические эмоции. Это один из симптомов болезни Паркинсона. Врач включил, нажал волшебную кнопочку. И мы наблюдаем за пациентом за ногами. Первый исчез тремор ног, затем руки. Через несколько секунд пациент улыбнется. То есть пациентам очень сложно выдавить из себя улыбку. Они эмоционально очень бедны. Он рад. Здесь нет звука, но он очень рад. Это тест, который проводится, чтобы проверить быстроту движений в одной руке и в другой руке. Это обычное неврологическое исследование. И вот он улыбнулся наконец-то. И он вернется к... Следующее видео, пожалуйста. К полноценной жизни сможет жить, творить, любить, как все обычные люди без никаких заболеваний. Батарея, которая вставлена в стимулятор, в зависимости от модели действует от 7 до 10 лет. Через этот проезженный клейминг нужно будет сменить батарею. Для этого нужно будет произвести опять-таки развес кожи, достать стимулятор, поменять батарею и все. Важно сказать, что при этом пациенты продолжают прием препарата леводопы, о котором я упоминала раньше. Отменять его нельзя. Сейчас пациент, этому пациенту была произведена имплантация электродов год назад. Он пытается показать, что будет, если выключить стимулятор. Я подсказываю, все симптомы вернутся. Как только выключается стимулятор, все симптомы возвращаются. Заяла кнопка, он не может выключить стимулятор, и он подносит его ближе к устройству, чтобы наконец-то его выключить. И сейчас он его выключил, и возвращается тремор руки. Тремор правой руки, и тремор, если видите, всего тела тоже достаточно сильный. И мы можем видеть, кстати, что он асимметричный. То есть правая рука дрожит, а левая рука не дрожит. Это важно, потому что если тремор изначально асимметричный, то, скорее всего, это не болезнь Паркинсона. Нужно думать о какой-то другой патологии. И сейчас мы покажем, как он идет, какая-то походка медленными маленькими шажками, неуверенная. Вот так. Быстрее они ходить не могут. Вот все, спасибо за видео. Когда он включит стимулятор снова, он снова останется без этих симптомов надоедливых, которые ему, скорее всего, долгие годы докучали, и сможет вернуться к нормальной жизни. Болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор, дистония, о которой я упоминала, это не единственные патологии, которые можно лечить с помощью этого метода. Этот метод пытаются использовать для лечения зависимости, болезни Альцгеймера, шизофрении, депрессии и так далее. Он достаточно перспективный, с учетом того, что неизвестно, когда мы сможем таки повлиять на причину заболеваний, с которыми мы сталкиваемся в клинике, и симптомы которых мы пытаемся контролировать вот таким вот способом. Спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, то я отвечу. Да, пожалуйста. В каком случае проблема отторжения? Если да, то как она решается? Изначально электроды делаются из биосовместимых материалов. Оторжения значимого не бывает. Хотя, когда пациентов после смерти, с болезнью Паткинсона, которым был имплантирован электрод, им делают аутопсию, то есть их вскрывают и смотрят в головной мозг, окрашивают препараты, сделанные из головного мозга, то обнаруживается, что эти электроды обрастают клетками, которые называются глиальные клетки. То есть это вспомогательные клетки, которые есть у нас в головном мозге, они помогают нейронам функционировать. Это может привести к... У них немножечко больше сопротивления, чем у нейронов. И это может привести к некоторой дисфункции устройства. Описывается в случае так называемой лейкомаляции. Это размягчение вещества головного мозга. Но это всего один или два пациента было. Поэтому так, чтобы отторжения... Нет, такого нет. Спасибо. Да. Слушайте, пожалуйста, вот коммерческие болезни, которые функционируют. Что так стимулируют? Это оставшиеся живые клетки в черной сенсации или прямодные подальние ванны? Ага, вот здесь... Это просто липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо-липо. То есть они сами по себе с какой-то частотой выдают электрические импульсы. Мы в этот процесс смешиваемся, и они вообще перестают что-либо издавать. То есть мы прекращаем действие этих нервных клеток. При... Эти нейроны, которые вырабатывают дофамин, они, выделяя дофамин, влияют на работу базальных ганглиев. Если дофамина нету, то определенные структуры базальных ганглиев начинают работать с большей интенсивностью, так как нам не нужно. Отсюда и симптомы. Нам нужно их затормозить. И структура именно, которая в этом самом задействовании, называется субциломическое ядро. Она тонически разряжаясь, то есть постоянно выдавая электрические импульсы, приводит к непроизвольной, постоянной активации моторной коры. двигательных нейронов у нас в головном мозге. И отсюда непроизвольное движение. Очень много. А скажите, есть какие-то необходимые действия? Да, есть транскраниальная стимуляция, электрическая, магнитная, но ее эффективность на данный момент не доказана. Ну, есть. Я хочу вас спрашивать. Данная манерча была, что вы научились учить, точнее не учить, а не учить ответственные причины. А то, что болезнь Альцгеймера поможет яркость. О, и там и ультразвук, и та же магнитная стимуляция якобы усиливает введение бета-амилоидного белка. На самом деле, как вам сказать, механизмы развития болезни Альцгеймера до сих пор до конца не изучены. Какую роль в этом всем играет бета-амилоид, неизвестно. И да, есть такие исследования, которые пишут, что помогает. Но насколько правдиво это, я затрудняюсь сказать. Ну, чтобы мне помогло, и здесь, в апреле, в апреле следующего года. Да? Посмотрим в апреле следующего года. Еще вопросы? Стоимость, да, стоимость в зависимости от центра колеблется от 25 тысяч долларов до 36 тысяч долларов. На самом деле, в Украине это можно сделать, потому что нужную аппаратуру достать не так уж и сложно. Сложно обучить специалистов. Нужен врач-электрофизиолог, нейрохирург, достаточно опытный, хотя у нас телеотоксическая хирургия вот с этими рамками. Достаточно хорошо развита в Киеве, телеотоксическую хирургию ей занимаются. Это можно было бы сделать. Нужен врач-энестезиолог, нужен обученный врач-невролог, радиолог, то есть это достаточно большой штаб, большая операционная команда нужна. Ну и, ясное дело, оборудовать операционную. Это можно было бы сделать, но нужны деньги, нужны деньги. В Украине нет пока? Нет. В России, насколько я знаю, есть. В Белоруссии точно есть. В России какие-то огромные побочные техники? Отдалённые побочные эффекты. Насколько отдалённые в принципе? Вот то, что я говорила, лейкомаляция, то есть размягчение белого вещества головного мозга, было наиболее значимым из них. Побочные эффекты возникали в тех случаях, когда воздействие велось на ту структуру, которая не нужна. То есть это были всякие нейропсихиатрические расстройства, это были двигательные расстройства, которые были связаны с тем, что стимулируется не та структура. А так это достаточно безопасно. А ну и ясное дело, что инфекционные осложнения тоже должны учитываться. Там в операционной всё должно быть стерильно, а аппаратуры, как вы видели, очень-очень много, поэтому инфекционных осложнений нужно остерегаться тоже. Если вопросов нет, то ещё раз благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ